Вопрос транспортировки украинского зерна морским путем остается нерешенным. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Москва требует от Вильнюсу отменить запрет на железнодорожный транзит товаров в Калининградскую область. Литва заявляет о выполнении европейских санкций. Новоизбранный парламент Франции отражает фрагментацию и поляризацию французского общества, что прочит нелегкие времена для правительства страны. Украинские порты остаются закрытыми. И около 25 миллионов тонн зерновых, предназначенных на экспорт, не могут быть вывезены из страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что переговоры, направленные на решение проблемы, до сих пор не дали результата. Мы ведем сложные переговоры на разных уровнях, чтобы разблокировать украинские порты. Но пока не достигнуто никакого прогресса, поскольку не найдено действенного инструмента для их защиты от новых нападений со стороны России. Между тем, Венгрия выразила готовность организовать транспортировку зерна через свою территорию, используя для этой цели грузовики и железнодорожные составы. Мы предложили направить через Венгрию экспорт украинского зерна, предназначенного для стран Северной Африки и Ближнего Востока. Мы также могли бы помочь транспортировкой и логистикой. Тем временем на востоке страны линия фронта приближается к Краматорску. Но, несмотря на это, многие местные жители не уезжают отсюда. Город расположен всего в 50 километрах от севера Донецка, где бои продолжаются уже полтора месяца. Запрет на железнодорожный транзит товаров в Калининградскую область через Литву в Москве назвали блокадой, провокационными и открыто враждебными мерами. В заявлении МИДРФ говорится, что Россия оставляет за собой право на действия по защите национальных интересов, если Литва не возобновит транзит. В Кремле также заявили. Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского Союза. Распространить действия санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным. Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи. И она требует очень глубокого анализа. Глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен. Запрет на транзит касается товаров, попавших под европейские санкции из-за российской военной агрессии в Украине. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергес заявил, что ограничения вводятся по рекомендации Еврокомиссии. Это не односторонние действия Литвы, это европейские санкции, которые начали действовать 17 июня. Железные дороги уведомили своих клиентов, что с 17 июня вводятся санкции на товары. Перевозка по территории Литвы, стали и нефтепродуктов также не будет позволена. Ограничения затронули около половины всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими российскими регионами. В частности, это строительные материалы. 103,5 миллиона долларов за такую сумму на аукционе Heritage в Нью-Йорке была продана медали лауреата Нобелевской премии мира главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Имя покупателя неизвестно. Все деньги будут перечислены в фонд ЮНИСЕФ в помощь украинским детям-беженцам. Муратов получил Нобелевскую премию мира в октябре прошлого года за усилия по защите свободы слова. Национальное собрание Нижняя палата парламента Франции, сформированное в результате состоявшегося в воскресенье второго тура выборов законодательные органы власти, отражает фрагментацию и поляризацию французского общества и прочие нелегкие времена для правительства страны. Альянс «Вместе» президента Эммануэля Макрона получил 245 мест, что намного меньше 289 необходимых для абсолютного большинства. Новоиспеченный левый альянс НУПЕС получил 131 кресло. Ультраправая партия Марин Ле Пен, Национальное объединение, стала сильнейшей оппозиционной партией, получившая сама по себе без союза с кем-либо 89 депутатских мандатов. А республиканцы классическое правое крыло чуть больше 60. Неуправляемым сценарием назвал такой расклад глава НУПЕС Жан-Люк Меланшон, который не скрывал своего разочарования результатами. Во избежание дискуссии о том, кто будет лидером оппозиции, Меланшон после консультации со своими партнерами по альянсу заявил, НУПЕС должна быть сформирована как единая группа в парламенте, чтобы не было возможной дискуссии о том, кто возглавляет оппозицию в стране. Тем временем три французских министра лишились своих депутатских мандатов, что вытеснит их из исполнительной власти. Оставшиеся пытаются сделать выводы. Важно уметь слушать людей, когда они выражают свое мнение в условиях демократии. Всегда важно слушать их со смирением. По мнению аналитиков, сделав такой выбор, французы сказали Макрону, что несмотря на историческое переизбрание в апреле, у него не будут развязаны руки для решения таких насущных вопросов, как покупательная способность, пенсии или эмиграция. Вода в реке По, крупнейшей в Италии, опустилась до самого низкого за последние 70 лет уровня, что вызвано беспрецедентной засухой. Почти 4 месяца здесь не было дождей, и река настолько обмелела, что в некоторых местах можно перейти ее вброд. Местным жителям грозят перебои с подачей воды, а также электричество, если расположенные на реке ГЭС прекратят работу. Сейчас мы у моста, в месте слияния рек По и Тичина. Никогда не видел, чтобы они так обмелели. За всю жизнь не видел ничего подобного. В нескольких городах на севере Италии власти установили нормированное потребление воды. Использовать ее теперь можно лишь для приготовления пищи, мытья и стирки. Нам пришлось выпустить распоряжение, запрещающее использовать воду, если это касается не первоочередных нужд, а наполнения бассейнов и полива цветов. Наш край переживает тяжелые времена, самые тяжелые за последние 70 лет. В городе пересыхают колодцы. Мы надеемся, что пройдет дождь, это было бы благом для всех. Но если дождя не будет, мне придется выпустить другие распоряжения, еще более строгие. Если засуха продолжится, то местные фермеры, использующие воду из реки По, не смогут орошать поля, что грозит потерей урожая. Ситуация усугубляется также тем, что в дельту реки теперь поступает соленая вода из Атриотического моря, что также может повредить сельскохозяйственным угодьям и сделать водопроводную воду непригодной для питья. В настоящее время засуха распространяется и на северо-восточные регионы, что делает положение еще более тревожным. В Европе переход на зеленую энергетику может замедлиться. Австрия и Германия временно возрождают угольные ТЭЦ, чтобы снизить потребление газа и предотвратить нехватку энергоресурсов на фоне сокращения поставок из РФ. Австрийские власти планируют вновь открыть угольную электростанцию в Мелахе, которая прекратила работу два года назад в рамках перехода на возобновляемые источники энергии. Мы переоборудуем эту электростанцию для возобновления работы на угле. Если потребуется поддержать пик потребления, если будут перебои с поставками, то можно снова использовать эту станцию. Поэтому важно принять решение сейчас. В любом случае потребуется несколько месяцев на техническое обновление, на подготовку, сообщила министр окружающей среды Австрии Леонорий Гевеслер. В Германии 8 июля планируется принятие законопроекта о временном, более активном использовании угольных электростанций. В движении по защите климата пятницы ради будущего уверены, что правительство тем самым отказывается от поставленных целей по снижению вредных выбросов в атмосферу. Министр экономики Роберт Хабек заявил, что ситуация сложилась серьезно, и стране необходимо сокращать потребление энергоресурсов и заполнять подземные газохранилища, чтобы избежать нехватки зимой. По словам представителя зеленых Хабека, возвращение к углю – это горькая необходимость. Началось все с шутки, а закончилось возрождением традиций и взглядом в будущее всего человечества. Ферма под Веной разводит виноградных улиток, которыми, как выяснилось, австрийская столица когда-то очень славилась. Все началось с шутки. Я такой, давайте улиток разводить. Это правда была шутка. Но потом я нашел старинные поваренные книги и выяснил, что Вена когда-то была улиточной столицей. В центре города были целые улиточные рынки. Это была традиционная постная еда. Улиток ели в пост вместо мяса, но с течением времени религиозные ограничения становились все менее распространенными, и к началу 21 века традиция была прочно забыта. Венские кулинары не стремились ее возрождать, так что фермеру пришлось открыть собственный ресторан, где улиток подают уже на современном гастрономическом уровне. Улитки это не только традиция, но и еда будущего. На них нужно совсем немного еды, воды и земли. Мы разводим улиток на том же самом месте уже 12 лет, и почва ничуть не истощилась. Улитки не разрушают экологию и богаты протеинами. Их там вчетверо больше, чем в говядине. С площади в 20 соток фермеры получают около 300 тысяч улиток ежегодно. Это несколько тонн чистого мяса.